здорово геймеры всем привет остальным соболезно я прошел bioshock первую часть 2007 года и хотел бы высказаться по поводу того что я там увидел в политическом плане потому что я думаю сюжет геймплей и сиквел уже обсосан до дыр и принципе по политической части в интернете много контента который говорит о bioshock и как у критики государства критики айн рэнд критики ядерного оружия критики уолта гиснея мне кажется критики всего критики критики и в рамках исследовательской деятельности для меня было очень интересно ознакомиться с проектом который так будоражит умы юных марксистов по сей день для начала мне нужно было узнать что такого написала айн рэнд чтобы ей там впоследствии вдохновлялись еще и 21 веке и я открыл ее знаменитую книгу атлант расправил плечи и заснул через полчаса я думаю что это политические или философские трактаты я узнаю как жизнь эту жить как там не построить государство в итоге это просто трехтомный роман с плачайшими персонажами поэтому позвольте мне привести ее основные идеи уже из чужих уст самые важные люди в творцы новаторы визионеры чьими изобретениями и идеями пользуются остальные 99 процентов населения довольствуясь по итогу благами прогресса такие люди должны руководствоваться только собственными амбициями и стремлением к самосовершенствованию не подразумевается безвозмездная помощь кому-либо или свободное распространение знаний и идей склад такого человека описывает рациональный эгоизм тоже концепция айн рэнд человек рациональный эгоист руководствуются только собственным разумом принятия решений в то время как объективная реальность существует отдельно независимо от наблюдателя в том числе нашего сверхчеловека-творца госпожа айн рэнд писала это все в 40 50-е годы прошлого столетия когда система традиционных идеологий наших трех путей терпела крах и я так понимаю она хотела сделать свое утопичное представление о жизни общества которое было бы без изъянов социализма государственного капитализма фашизма национал социализма как по мне здесь вообще тут столько дыр непоняток что никакое общество государство на таком принципе вообще невозможно построить представив что всякое действие осознанно направлено на себя любимых рациональный эгоизм тогда почему чиновники не будут воровать или не будет чиновников будет анархокапитализм не ясно непонятно так и хочется сказать ты малолетний дебилка смирись со статусом кого и работой в своем огороде если строить общество во главе которого стоят только мизантропы и социопаты то получится обычное общество допустим я думаю идолом бы айн рэнд был стив джобс новатор миллиардер playboy не филантроп и вовсе ненавидели его выгнали из собственной компании он был мудаком зато дал миру айфон должен ли такой подход распространяться на все государство зачем обвинять людей которые занимаются альтруизмом в нерациональности если хотя бы можно было построить систему что всякое действие стремится к удовлетворению амбиций глубинных потребностей и если человек делает пожертвования то с точки зрения рационального эгоизма он допустим говорил бы себе что он такой хороший и дальше шел или объективизм он только про материальные вещи у меня очень много вопросов к этому на которые моего маленького мозга и наверное желание решать не хватает я не хочу читать критику статьи но у нас есть в руках bioshock который возможно даст нам внятный ответ прежде чем продолжать я хочу сказать вам зрители там будут спойлеры конкретные вообще стоит с роликом ознакомливаться тем кто уже проходил bioshock может быть даже серию bioshock чтобы меня поправить в чем-то каких-то моментах потому что я буду говорить прямо терминами из игры которые я не буду объяснять потому что если вам нужно узнать кто такие сестрички кто такой big daddy что такое адам что такое его кто такой эндрю райан то посмотрите сначала там обзора сами пройдите посмотрите видео с пересказом сюжета потому что здесь сюжет я не буду пересказывать я буду идти по конкретным моментам которые меня заинтересовали с точки зрения политического месседжа и все так что дальше наслаждайтесь моими рассуждениями я сам пересматривал этот это реально интересно звучит так что вперед из песни и так мы прошли bioshock месс мы прошли bioshock мы ознакомились с содержанием но что ж там такого политического наш герой прибывает в восторг он приходит файе с ним связывается фаунтейн говорит о том что он должен идти туда-то туда-то в принципе всю игру прослеживается что главный герой это просто марионетка в руках тех кто выходит с ним на радиосвязь даже эндрю райана то что тэненбаум что фаунтейн они это те люди которые просто используют главного героя как инструмент и у главного героя ну никакой своей персональной явленности в этом произведении нет кроме того что мы как игрок осуществляем какие-то действия через него опять же нам не представляется никакого выбора кроме того чтобы спасать сестренок или харвастить давайте будем идти хронологически потому что именно так я замечал какие-то моменты то есть что что мы хотим в принципе узнаем хотим узнать как игра с помощью тех вещей которые присущи именно только видеоиграм могла передать нам какое-то знание мысль политическую идею развить дискуссию или зародить мысль в самом игроке чтобы он подумал что он сам до этого допер то есть мы ищем именно такие моменты потому что если там что-то сказано в записке там если если бы в bioshock и лежала записка в которой был бы манифест коммунистической партии то от этого игра не стала бы политической это никак бы не повлияло на политическую наполненность и так это 1960 год и из других предметов игровых мы видим что жизнь в восторге закончилась в 1949 в канун нового года и соответственно то есть 10 лет эндрю райан живет в в руинах государства которое сам создал живет среди сплайсеров и пик дэди и сестренок и больше никого гражданских мы не видим на протяжении всей игры и не очень не очень понятно за что держался все это время эндрю райан потому что скорее всего он является картиной не того лидера который себе представляет объективизм а картинка того лидера который в которого превращается любой тоталитарный лидер на исходе своего правления то есть это параноидальный чел который думает что мы из цру из кгб которые думают что он во всем прав и то что его воля к правде его его приверженность правильной позиции с учетом того что его правильная позиция привела к тому что уже 10 лет восторг уже не внушает восторг тем не менее он он держится что потом выльется в финальную сцену с ним вот мы идем дальше мы видим мы видим сразу же плакаты с выступлениями увидим всякие как это по-русски называется таблички с которыми протестанты выходят до плакаты рекламные плакаты агитационные плакаты идеологические встречает же нас в фойе огромное лицо эндрю райана и надпись ни богов ни господ то есть сразу задает что мы в таком обществе а в каком обществе игрок задается так хорошо религии нами не управляет государство не вмешивается в наши дела леса фр отлично собственно запись райана который говорит что нет государства не социализма нет религии только восторг дальше в какой-то еще записки там было что нет никакой цензуры и никакой мелочной морали тут у меня впервые появились вопросы что типа ты говоришь что нет цензуры а потом дальше там есть камера с допросами то есть полицейские органы все-таки у корпорации райан корп есть орган дознания точнее запрещено провозки каких-либо вещей в внутри восторга которые не разрешены там можно то есть ну как это укладывается ты видишь что написано над человеком кровью что он контрабандист и рядом коробки с библиями то есть типа у нас нет цензуры но то что идеологически мешает существовать нашему государству запрещено как бы не знаю претензия к авторам игры или кайн рэнд но я сразу к двум им обращу потому что раз уж это олицетворение павшего объективизма то он пал объективизм пал потому что он был социализма на самом деле потому что это было сильное государство которым единственная корпорация во главе то есть как бы почему почему мы не можем считать государство корпорации государство это просто такая корпорация которая обладает суверенитетом на определенной территории то есть выше нее нет никого и есть монополия на насилие все то есть это два достаточных признака чтобы вот создать страну google страна google берет себе кусочек антарктиде и устраивает там google полицию все у нас есть страна google она может еще свое законодательство издавать только эндрю район говорит что у нас нет то есть я не буду делать никаких прокламаций не буду выдвигать никаких предложений о законах и при этом там полицейская система которая подразумевает что если ты совершил акт вандализма акт грабежа кражи с проникновением то все тебя стреляют на поражение что это за полицейская система которая так устроена не очень понятно но хочется отдать должное вот то что я сейчас перечислял вот эти узнания о о системе жизни общества в восторге это то что реально можно узнать через плакаты через постаменты кусочками только через аудио дневники там через личный опыт когда ты сломал случайно витрину тебе говорят вендал из молды и толерейт это и тебя расстреливают может быть это угрово игровая условность но вроде как если бурглаз шот он сайт то наверное и вендалс тоже шот он сайт вообще говоря вандал их эндрю район очень интересно относится к тем кто находится снаружи государству потому что они изолировались не просто потому что вокруг идеологические враги потому что вокруг а паразиты б люди которые хотят навредить государству специально и он говорит что это словно гуны у ворот рима то есть просто человек который пал жертвой собственных амбиций даже не знаю собственной гордыни который считает что все вокруг идиота он самый умный как бы об а откуда он уверен что те люди которые находятся под контролем его в восторге не являются такими же идиотами не являются паразитами то есть паразиты паразиты в понятии идеологии эндрю района это те кто хотят социальных благ которые хотят свободного рынка и которые хотят там чё еще халяву короче хотят вот паразиты это те кто хотят халяву просто он не делает развлечения между социально незащищенными слоями населения и тем что выглядит как несправедливый social welfare потому что потом получается так что тот же фаунтейн начинает делать коммерчески устроен но все же дом сирот и дом бедных людей собирает армию сплайсеров потому что этих бедных людей можно пичкать адамом и сестер вместе с ученгом делает особым особым видом так сказать ну не знаю инструментов средством производства да то есть сестренки это средство производства которые добывают адам из спящих людей вокруг и делают собственную экономику стране как можно строить внутреннюю говорить там о свободном рынке там о там политики достоинства объективным эгоизме и при этом иметь закрытый от всех других стран рынок то есть но это какая-то идиотики куда куда тебе на внутренний рынок пускать ну кстати это показывает проблему то есть у них есть внутренний рынок который был перенасыщен адамом этот адам распространяется среди всех вокруг им начинают это втюхивать как генетические модификации вы станете сильнее или наоборот какие-то очень невыгодные условия ставить что типа либо ты это принимаешь либо ты отправляешься на помойку соответственно мы делаем либо просто людей зависимых либо людей которые становятся сплайсерами хорошо это да нет не очень хорошо тем более что именно фаунтейн с помощью еще какой-то ученый открыл собственно этот адам и почему этот а а ну естественно то есть сказать критика объективизма заключается в том что по объективизму мы не должны делиться своими находками наработками с другими потому что нам это ну стратегически невыгодно делиться с другими странами тем что мы нашли адам и поэтому мы оставим адам только себе чтобы нам было лучше но в итоге мы действуя из объективного эгоизма из рационального эгоизма оказались в ловушке кризиса перепроизводства потому что айн рэнд не подразумевает каких-либо какой-либо там экономической теории теории которая поможет решить такие насущные проблемы как спекуляция кризисы перепроизводства или недопроизводства и там инфляция дефляция кстати там те же самые доллары почему-то опять же да очень очень странно выглядит что там доллары что станции метро на схемах называются в честь греческих богов когда город то построен с нуля там нет каких-то точек которые заранее существовали то есть мы говорим что у нас нет ни господ ни богов но при этом мы опираемся на знаки старого мира тут как бы в комнату входит улиц из лонсом роут и говорит типа какого черта ваша система обречена на провал потому что вы пользуетесь знаками старого мира как бы как вы можете говорить о прогрессе и об уникальности вашей системы когда вы вот получается до 1949 года строить свою систему на тех символах которые существовали еще до этого это но это то же самое если бы там владимир владимирович дальше применял там серп и молот в качестве своей символики и использовал бы советские рубли и советские банкноты типа некий ребрендинг нужен все равно некий ребрендинг всегда нужен они там застряли опять же это такие ошибки которые ну не вытекают из объективизма айон рэнд почему эта критика если это критика государства в целом то ну как бы тут наверное ничего особенного как бы во многих играх там home front революшн там допустим да любая стратегия где может быть восстание из-за того что ты социалкой не справился ну да да бывает такое ничего особенного и ну что да паразиты боятся еще концепт великой цепи меня очень веселит нигде никак не объясняется в игре не явлено это великая цепь который сковывает всех естественно меня песня наутилус пампилус в голове играет и вот я видел иногда статуи с плечом таким и цепью и ну что ну цепь какая какая-то какая-то трансцендентная сущность которая связывает всех жителей восторга в том что они делают или не делают и как бы медленно и переполненным мудростью ведет их вперед понимаете мы мы же хотим отказаться от концептов старого мира которые которые такие религиозные например да господские и поэтому давайте назовем судьбу там великой цепью потому что мы все связаны цепью или это как бы такая ирония разработчиков что они сказали да у нас концепт великой цепи с которой мы идем ее тянет атлант на самом деле это цепь раба потому что в конце и дрюйан говорит что человек выбирает араб подчиняется вот этому все связываем и получаем что это какая-то очень сильно натянутая хрень который имеет смысла и который не несет никакого открытия вот реально вот за это время рассуждения для себя я понял единственное что стоит делиться научными открытиями просто для того чтобы не было кризиса перепроизводства все окей да рынок рынок терпелив и мы должны быть тоже вообще не понял смысле рынок терпелив типа не должно быть государственного вмешательства в рынок и мол он сам урегулирует спрос и предложения если у нас монополия а если у нас картельный сговор как как рынок сам медленно себя урегулирует типа члены картельного сговора перебивать друг друга вряд ли ну естественно когда ты один монополисту он он очень удобно устроил он говорит что типа я олицетворение рынка когда он райн корп является сам государством он является сам себе рынком прекрасно и при этом он говорит что другие государства вторгаются а когда он навязывает какие-то условия что там все научные там находки являются собственностью райн корп как было с той девушкой которая растения выращивала или как было с теми которые сестричек разводили это это все мы пропустим на него потому что мне кажется это просто личное недовольство эндрю райана что его кто-то в государстве обидел не знаю может он был сенатором или олигархом каким-то это владельцем железных дорог как он потому что постоянно есть нарратив того как будто он просто обижен на государство что соса эти которые не будет контролировать которые не будут контролировать они никакого странного правительства ничего такого не будет вот the parasite of big government ну то есть почему почему правительство это паразитично а типа один лидер виде райана это не паразитично то есть хочешь урезать финансирование так если мы просто хорошо если вы правительство ведет паразитический образ жизни мы берем чиновничный аппарат обрезаем ему финансирование в чиновничный аппарат никто не захочет идти из тех кто хочет денег а из тех кто останется а или они будут брать огромные взятки круто да действительно то есть если мы не можем в рамках объективизма решить проблему с правительством то нам нужно просто вырезать правительство и устроить диктатуру да и чтобы решение принимали те кто просто являются фаворитами райана потому что реально все кто рядом с райаном это его так или иначе фавориты этот баум эту сучонг это тот кто заведует театром это доктор штайн это дофоль или кто-то который глава службы безопасности фаунтейн тоже где откуда сбоку припеку то есть эти люди они просто находились в хороших отношениях или в бизнес бизнес отношениях с андрю райаном и получалось так что а типа а это не правительство понимаете у нас олигархат крипто у нас крипто олигархаты поэтому у нас это не является правительством ну это просто это идиотия это идиотия то есть как хоть хоть как-то это можно было расширить расширить раздвинуть с помощью игровых средств вот например была сцена да где man choose a slave a base да и тут сделать такой переворот что наш герой на самом деле не подчиняется фразам и сделать секретную концовку что он стоит на месте и не бьет клюшкой эндрю райана и он уходит закат и уплывает оттуда потому что он понял что он был просто куклой он же выпил препарат 192 правильно правильно все он теперь свободный а нет эндрю райан может его контролировать трагедия эндрю райана понятно он уже 10 лет после протеста сходил с ума и понятное дело что вообще пик его возможности это вот он построил государство он сам разрушил государство вообще красавчик так еще и он как человек сам выбрал приказать кому-то убить его а тот приказу подчиняется все это вообще просто простите за каламбур восторг эндрю райан эндрю райан это ясный персонаж который достиг своей цели у него есть завершенная арка которая очень логично и очень понятно чего хотел добиться фаунтейн непонятно чего хотел добиться тенненбаум ну допустим вылезут на поверхность все эти сестрички и куда их денут типа она просто хотела эвакуации тогда почему она сама ничего не делал по этому поводу почему она сама не спасала сестричек почему она не боролась с фаунтейном типа если бы не пришел герою статус-кво осталось бы тот же как бы доктор штайн дальше бы страдал от своей идиотии там кто еще контрабандисты так либо контрабандили сплайсеры просто ходили бы туда-сюда и сходили с ума ничего особенного ничего бы не изменилось я мне очень интересно что будет в двух дальнейших частях потому что пока задел очень хороший концепция очень интересная вселенная очень интересная а сказано мало сказано действительно мало поэтому я думаю но это первый опыт это эксперимент 2007 год понимаем и я я надеюсь что ну во второй в третьей части это выльется в реально что-то реально что-то что является высказыванием потому что я читал эти статьи на левых ресурсах которые говорят что 2013 года еще ни одна игра не подобралась к уровню bioshock а по уровню того чтобы быть политическим высказыванию вообще переворачивать представление мироустройстве людей я думаю порог входа низкий давайте ознакомимся потому что там дальше мне не знаю там диска элизиум играть это будет тяжеловастенько но впереди у меня весь август готовимся к диплом на работе изучаем видеоигры ищем политическое и подписывайтесь на канал а иначе вы не подпишетесь на канал